свою работу пятый форум ШОС и я была там модератором как раз на треке, который был посвящен собственно социальной политике, молодежной политике и волонтерству и также противодействию экстремизма. Было очень много интересных докладов, у нас выступали представители из министерства и в частности было такое предложение развернуть форму модели ШОС в игровом формате на базе разных университетов и это была наша инициатива и инициатива министерства и я думаю, что в следующем году вот можно уже будет вам, если вы захотите присоединиться, развернуть или на своей площадке или присоединиться к какому-то университету, может быть и к нашему и вообще в принципе ждем всех в гости на нашей Белгородчине и в нашем университете, у нас очень прекрасный университет и можно поделиться опытом и создания того общественного пространства, социальной активности для молодежи и опять-таки я в свою очередь, у меня тут много регалий получилось, но я сегодня, наверное, для вас выступаю в роли еще одного статуса моего, это директор Международного центра социологических исследований, то есть те исследования, которые я сегодня расскажу, они проводятся, мы проводим их постоянно, в общем-то это наша, наверное, фишка, мы по сути сидим на стратегиях молодежи и соответственно на наши исследования опираются органы молодежной политики в нашем регионе и в других регионах, как некая калька по нашим исследованиям. К ним присоединяются и регионы Черноземья и даже, почему мы международный центр, присоединяются другие страны, ну, в частности, там Белоруссия, Казахстан, Сербия, ну, как правило, такой вот более азиатско-восточный контингент. И стоит сказать, что в нашем регионе, ну, я так понимаю, что и в вашем регионе, такие социологические исследования дают большую, в общем-то, информацию по молодежи, по ее проблемам, по тем перспективам, которые она для себя определяет. И, например, у нас перед различного рода проектными сессиями, стратегическими сессиями всегда выступаем мы и другие исследователи, которые презентуют вот такие вот результаты исследований и на их основе, в общем-то, определяется и портфель проектов, и какие-то программы, и коррекция каких-то действий, а также определяются те риски, которые могут быть обозначены для региона. Именно поэтому вот мы для себя несколько лет назад, вот с 2018 года, ну, начали работать мы над этим, раньше определили такое направление, как именно социальные стратегии молодежи. Вы сейчас увидите, почему это вот в моем докладе, в моей лекции. Потому что это позволяет увидеть не только ту ситуацию, которая есть сейчас, да, какие-то диспозиции молодежи, но и увидеть ту перспективу, тот горизонт, который она для себя очерчивает, и понять, какое будущее для нее желательно, и важно это именно с нескольких позиций. Но прежде всего с позиции, наверное, того, чтобы обеспечить молодежи то будущее, которое она хочет, если оно, конечно, нас всех устраивает, да, а с другой стороны увидеть те риски, мечтаний молодежи и понять, что вот, ну, как бы такое будущее, наверное, не очень желательно, да, или есть какие-то риски, которым надо подготовиться, собственно. И вот именно поэтому мы посчитали важным уже второй, не второй год, а второй раз мы проводим это исследование. У него есть определенный шаг, это мониторинг. Мы проводили его в 2018 году, и вот в 2020 мы его снова повторили. И, в общем-то, выборку этого исследования, я, наверное, уже приступлю к, собственно, показу слайдов. Вот, единственное, что, что-то у меня, сейчас, секундочку, я переведу в демонстрацию. Не хочу переходить в демонстрацию сейчас. Ага, все, получилось, надеюсь, вы видите на полном экране. Все, видно, да? Спасибо. Значит, в 2020 году в это исследование подключились у нас и другие регионы Центрального Черноземья. И, в принципе, мы открыты к партнерству, да, и это будет даже для нас лестно, если, например, ваш регион захочет включиться в это исследование, да, или это может быть отдельное исследование, проведенное для вашего региона, как вы посчитаете нужным. Хочу только сказать, что я сегодня, ну, хотя 45 минут – это прямо много, я прям рада, потому что, честно говоря, когда социологам дают, очень любят, так, 10 минут, ну, это просто, это просто невозможно изложить за 10 минут все те моменты, которые получены, да, подключить, подчеркнуть какие-то важные проблемы, да, сделать какие-то акценты. Это прямо вот начинаешь буквально со слезами отрезать какие-то, в общем-то, куски. Вот, 45 минут – это прям хороший формат, мне очень нравится. Но все равно, конечно, не все я сюда включила. Не стала включать информацию по оценке деятельности молодежной политики, потому что, ну, она относится именно к нашему региону, да, я думаю, что вам это будет неинтересно. А вот те общие моменты по диспозициям, по ориентирам молодежи, по типологиям молодежи, по различным стратегиям, я для вас все оставила, и сегодня вам все это расскажу. Значит, ну, в первую очередь хочу сказать, что в исследовании у нас участвовало более 2000-2324 человека. Вот это, ну, достаточно большой и значимый массив, если кто-то немножечко связан с исследованиями. И исследовали мы их по 11 стратегиям. Вот эти вот стратегии жизненные, вы видите их на слайде, они все перечислены, я не буду их называть. И по каждой из них у меня, в общем-то, есть для вас информация, и бонусом будет идти еще дополнительная информация, позволяющая прогнозировать и в том числе какие-то делать принятия решения в области молодежной политики. Я вам ее, конечно же, предоставлю. Итак, начнем мы с самой первой стратегии, это экономические стратегии молодежи. Изначально в исследовании была заложена типология экономического поведения, которая позволила установить представленность среди молодежи вариантов отношения к экономическим ресурсам. К таким типам мы отнесли накопительную модель поведения, ну, это понятно, да, то есть сделать какой-то депозит, делать какой-то вклад, гидронистическая модель поведения, ну, тоже понятно, да, то есть потратить, обустроить как-то свою жизнь, да, там, повысить ее качество, какое-то получить удовольствие от жизни, предпринимательская модель и аскетическая модель экономического поведения и восприятие экономических ресурсов. Вы вот как раз видите все эти четыре модели в диаграмме экономические установки молодежи. Ревалирование двух типов, пропаганирующих накопительную гидонистическую модель, на самом деле не является фатальным, хотя вы можете видеть, что они имеют определенное преимущество, но незначительное. Как видно из распределения данных типов, среди молодежи в близком соотношении представлены все четыре экономические модели. И совпоставимость предпринимательской позиции по отношению к другим типам подчеркивает направленность нашей молодежи в зону бизнеса, что является дополнительным акцентом для принятия решений в области проектного портфеля, в области каких-то поддержки бизнес-инициатив молодежи и так далее. Важной информацией в понимании ценностей и мотивов молодежи становится статистика и ранги трат, которые молодежь считает для себя наиболее важными. Так, в четверку наиболее важных трат, которые выбирают для себя 50% опрошенных, вошли образование и развитие, здоровье и путешествия, отдых и развлечения. В меньшинстве выборов остались статусные приобретения, бизнес и благотворительность. Их выбирают менее 30% молодежи, вы видите это на этой диаграмме. И несмотря на то, что гедонистическая модель поведения характерна только для одной четверти части молодежи, мы видим, что отдых и путешествия, как ее индикатор, ее альтернатива, выбирают для себя как вариант более 50% молодежи. То есть все-таки гедонистическая модель, хотя и определена две до четверти молодых людей, она скорее имеет наиболее высокую протяженность среди всех четырех типов. Специфика нового поколения отражена в этих топовых вариантах выборов. Действительно, они настроены на свое образование и развитие, внимательны к своему здоровью и ориентированы на новые впечатления. Вопреки ожиданиям, бизнес-активность не входит в разряд первоочередных трат молодежи. И мы видим, что она важна только для 27%. А в дальнейших стратегиях вы увидите, что к бизнес-ориентации у нас тяготеет только порядка 20% молодежи. Хотя, когда я говорю только, в общем-то все это относительно, потому что 20% бизнес-ориентированных. Много это или мало? Я думаю, что здесь каждый может ответить для себя сам. На мой взгляд, в общем-то, это не мало. Но проблема стоит в том, что когда мы предлагаем какой-то вариант бизнес-образования или бизнес-поддержки, или развитие бизнес-компетенций, мы ориентируемся на общий массив. И, по сути, у нас появляется такая стратегия, как полить из пушки по воробьям. А вот на самом деле, на мой взгляд, опять-таки, на взгляд моих коллег, очень важно выявить как раз вот эти 20% и направить все свои ресурсы туда. Вот таким образом, мне кажется, очень актуально предложение проекта в рамках молодежной политики по поиску вот этих бизнес-ориентированных ребят и уже концентрации своих ресурсов именно для них. Ориентирами в плане экономического развития, вы видите это вот на последней диаграмме, для молодых людей становится помощь родителям. Ее как обязательный шаг своего экономического роста отмечают 77% молодежи. Покупка квартиры, финансовые накопления также обязательны для большинства молодых людей, как будущий горизонт. То есть, своих жизненных планов, экономическими и успешными считают себя молодые люди, помогающие родителям, имеющие определенные депозиты в банке и собственное жилье. Ну, вы скажете, что, наверное, это как бы модель, в общем-то, каждого человека, независимо от того, молодой он или нет. Но мы видим определенные риски в такой конфигурации, потому что покупка жилья для молодого человека, как правило, будет сопряжена с кредитной стратегией. Таким образом, накопления, как и помощь родителям, могут быть отложены на более поздний срок. Мы уже видим нарушение вот этого желаемого горизонта, который может приводить и к эмоциональному выгоранию и так далее, что опять-таки позволяет нам прогнозировать те направления молодежной политики, которые бы оказали помощь в осуществлении таких мечт. И вот, кстати, вот эти риски, они усугубляются тем, что весьма значимо и покупка машины, и отказ от помощи родителей. И вот по нашему предыдущему исследованию, вы знаете, что молодые люди собираются отказаться от помощи родителей, причем очень большой такой процент, практически с 20 лет. То есть с 20 лет они уже хотят быть, в общем-то, самостоятельными. И поэтому вот эти вот все будущие шаги, конечно, будет им очень трудно осуществить. Ну, вот вы видите на слайде, что необязательным в плане своего будущего для себя молодежь считает открытие собственного бизнеса. Бизнес-ориентация среди нового поколения не превышает 20%, я уже об этом говорила. И в равной степени необязательным элементом экономического будущего становится и выход на пенсию с отказом от профессиональной деятельности. Такой вариант трудовой карьеры видят для себя только 21%. И вот, как правило, это, конечно, женское население, мужчины прям хотят работать до последнего. Следующее, это у нас политические стратегии. Политические стратегии молодежи важны для исследователей не только с позиции политического выбора, но скорее с точки зрения гражданской активности. Четыре типа политического поведения могут быть условно обозначены как индифферентный тип, вовлеченный тип, погруженный тип и пассивный тип, которые, в общем-то, слабо интересуются политикой, но это превалирующее большинство. Его у нас 62%, вы видите, это на слайде. Условно политически пассивными могут считаться, на самом деле, 88% молодежи, исходя из нашего исследования, а политически активная группа у нас составляет порядка 12%. Далее мы предлагали ребятам выбор политических позиций и при этом не открывали их названия, а давали некую основную миссию, некое основное содержание, в общем-то, политического ориентира. И ребята сделали свой выбор, вы также видите это на диаграмме. При выборе политических принципов большинство молодых людей у нас склонилось к либеральной позиции, которая звучала так. Основными ценностями является человек, его права и свободы, а также наибольшая свобода людей от государства и полная свобода предпринимательской деятельности. Этот выбор сделали 50%. А вторым по значимости стали принципы социал-демократической партии, которые звучали как демократические принципы должны распространяться на все сферы, необходимо стремиться к свободе, справедливости и солидарности. Ну вот, на мой взгляд, здесь, конечно, ключевое слово «свобода» и «социальная справедливость», которую остро ощущают молодые люди. И мы с вами знаем это по примерам такой протестной активности, что ключевое слово «несвобода», «несправедливость», когда они выходят, в общем-то, на улицы. А вот, кстати, вот посмотрите, коммунистическая позиция поддерживается только шестью процентами ребят, и националистическая позиция осталась вообще в меньшинстве, пять процентов, ну что, в общем-то, не может ни рада. Рассматривая устремления молодежи относительно политических шагов, мы видим, что большинство индикаторов, в общем-то, не являются значимыми. Это серые столбики на крайней диаграмме. Молодые люди могут спокойно обойтись без активной политической деятельности и политических партий. Данные шаги оказались жизненно важны только для шестнадцати и одиннадцати процентов. При этом схожие статистические результаты у нас получены по политическим траекториям, предполагающим депутатскую или государственную административную деятельность. И вот если для политической активности такой процент важности явно мал, то есть всего там порядка пятнадцати, например, процентов, это самый большой, например, итог, а вот для политической продвинутости весьма высок. Получается, что, в общем-то, каждый девятый молодой человек имеет какие-то политические амбиции и претендует на некую, ну, скажем так, государственную должность и какой-то статус. Целеустремленность и высокая общественная активность, это у нас по другим стратегиям выходит, делают эти политические перспективы весьма реальными, что, в общем-то, накладывает дополнительные обязательства на все институты социализации, которым является и институт, в общем-то, молодежной политики, управления молодежной политики, и какие-то дополнительные требования по воспитанию соответствующего морального и компетентностного профиля будущих руководителей региональной политики. То есть, что я имею в виду? Та целеустремленность, которую мы видим у молодежи, позволяя, и та, в общем-то, скажем так, презентативность, ориентация на презентацию позволяет нам говорить о том, что ее желания могут сбиться, да, то есть она действительно пробьется, например, туда, да, тем более у них есть очень хорошие сейчас инструменты, всевозможный спектр общественной активности, волонтерские какие-то практики, но при этом готовы ли они, да, то есть мы как бы точно хотим видеть вот именно этих депутатов, именно этих управленцев нашими регионами, нашей страной, мы должны вот задуматься здесь и сейчас, и опять-таки, как и в случае экономических стратегий, я бы сказала, важна очень точная, точечная ориентация, индивидуальный подход к таким людям, которые вот наметили для себя такую стратегию и работа уже именно с ними. Следующие как раз вот у нас по списку идут общественные стратегии, и они помогают у нас более выпукло очертить общественные интересы и измерить уровень общественной активности молодежи. По типам общественного поведения мы разделили молодежь на пять типологических групп, это эгоцентристы, это событийные активисты, общественники, члены объединений общественных и общественные лидеры. Ну, по сути, общественная активность двух первых групп весьма ограничена, и она очерчивается кругом мероприятий, где, ну, по сути, нельзя не поучаствовать, да, то есть это какие-то обязательные мероприятия, куда они направляются, от образовательных учреждений, там или которые, ну, как говорится, шли и вот оно, мероприятие появилось. Но размер этих групп впечатляет, это 80%. Данная типология показывает нам одновременно и реальные масштабы волонтерского сообщества. На самом деле это не результат именно этого исследования. Мы проводим такие исследования уже лет 7, наверное, и этот масштаб не меняется. Это порядка 20%, да, это те, кто реально участвует в волонтерстве, хочет участвовать и так далее. Масштаб эгоцентризма среди нового поколения также впечатляет. Это одна треть, то есть каждый третий сконцентрирован на себе и своих проблемах. Ну, вот если говорить о новом поколении, да, вот затрагивать тему поколения Z, да, это их, одна из их типологических черт. Оценка вовлеченности и перспективы вовлечения в разные виды добровольческих практик показала, что наиболее сейчас востребованы волонтерские направления, связанные с благотворительностью, экологическим и событийным волонтерством. Наименьшее количество молодежи были вовлечены и имели опыт участия в направлениях волонтерства в период и местах катастроф, а также помощи бездомным. Это самые вот дефицитные, в общем-то, волонтерские направления. Я убрала из графика данные, где были показаны те направления волонтерства, которые были бы интересны молодым людям, да, то есть где бы они хотели поучаться, независимо от опыта их участия, но чтобы не загромождать график. Но вам я их назову. Так вот, потенциально интересными направлениями развития добровольчества могут стать для нового поколения как раз донорство, восстановление исторических памятников и раскопки, помощь бездомным животным, рисковое волонтерство. А самый большой отказ от участия, тоже убрала из графика, представлен в направлениях охраны общественного порядка, бедное ОМВД, оно у нас все запрашивает эту информацию, помощи бездомным и сбор пожертвований. То есть, в общем-то, бездомные, как самое такое дефицитное волонтерское направление, оно в будущем у нас сохранится. Общественные стратегии как будущая цель является обязательным лишь для небольшого количества молодежи. Так заниматься волонтерской деятельностью предполагает как обязательный шаг для себя только 25%. Членство в общественной организации считает важным для себя 20%. А вот заниматься благотворительностью в будущем как раз предполагает 31%. И это, на наш взгляд, тесно связано как раз с мечтами о достатке и депозите. Но и определяет другую ведущую позицию. Дистанционное участие посредством экономических субсидий без деятельностного погружения. Ну, как воспринять все эти цифры в целом? Опять-таки, все в этом мире относительно. С одной стороны, 20% общественно активных людей – это немного. Но с другой, каждый пятый человек – волонтер. Ну, это, я думаю, что достойный, в общем-то, масштаб для формирования солидарного общества нашей страны и любого региона. Главное – создать пространство для реализации таких намерений молодых людей. Следующее у нас – досуговые диспозиции. Досуговые выборы молодежи показывают не только ее предпочтения в области времяпрепровождения, но и перспективы изменения всех остальных стратегий. Вы сейчас это увидите. Участвовавшая в исследовании молодежь сформировала смешанные типы под особым предпочтениям. Так, для молодежи предпочтительнее всего провести досуг в коммуникациях со своими друзьями, семьей или активно проводя время. Эти выборы имеют более 40% от опрошенных, и развивающий досуг не менее предпочтителен, его выбирают в 34% случаев. Если же мы сделаем полюсное сравнение этих выборов, то мы поймем, что досуг с друзьями несколько предпочтительнее, чем досуг с семьей. И оба эти вида значимы для молодежи, чем досуг, например, в одиночестве. Активный досуг выигрывает у развивающего, и оба этих вида досуга предпочтительнее по отношению к пассивному виду досуга. И важным барьером не только в досуговых стратегиях становится ресурс времени для молодых людей. Я об этом еще буду говорить все время. Молодежь ощущает время как свой ресурс и ценность. И вот в том числе и в досуговых практиках вы видите, что 24% отмечают его явный недостаток для выбора и проведения досуга. Среди топовых вариантов времяпрепровождения стали ведение домашнего хозяйства, прогулка, музыка, общение в интернете. От 30 до 35% выборов получили выборы, связанные со спортом, самообразованием. От 20 до 25% посещение родственников, хобби и чтение. Вопреки устоявшимся стереотипам, посещение клубов и дискотек для современной молодежи стоит на последних местах по востребованности в досуговом райдере. Но и культурное времяпрепровождение является скорее элитным досугом для современной молодежи. Его выбирают, ну вот даже не дотягивает цифра до 9%. Досуговые выборы молодежи в будущем предполагают определенные цели, в том числе и в организации образа жизни. Так, обязательным для себя 67% считают саморазвитие и соответствующую организацию своего досуга. Важно для молодых людей в будущем обязательно заниматься спортом, путешествовать. А вот культурный досуг и творческая самореализация менее важны. Их обозначают для себя как обязательные только 45%. Я думаю, всех нас волнуют семейные стратегии. Это важная часть общей формулы демографического прогноза, но здесь я говорю скорее как социолог. Изучение полярных установок молодежи в отношении семейных традиций и ролевого распределения позволило нам установить некое такое диспозиционное превалирование. Для молодежи важным условием сохранения семьи является наличие мира и согласия, это 81%, а в противовес сохранению ради внешних приличий и даже детей, это у нас всего отметило 18%. Однозначно произошло изменение и закрепилась свобода взглядов на функции супруга в семье. Так 84% отказываются от консервативности в распределении обязанностей супруга. А вот вопрос занятости не дал такой категорической полярности в ответах. И хотя 56% предполагают наличие, ну по сути, одного кормильца в семье, 43% считают, что работать должны оба супруга. Такая мотивация понятна, так как из дальнейших стратегий мы увидим, что профессиональную трудовую занятость молодые люди считают важным для себя элементом жизненной самореализации. Большинство молодых людей голосуют за отдельное проживание от родителей. В плане демографического роста интересен ответ на вопрос о количестве детей в семье. Так 36% считают, что в семье должно быть более двух детей. Данная позиция сулит весьма позитивный прогноз для достижения стратегических национальных целей и интересов. Но при этом 44% по-прежнему у нас настроены на создание семьи до 25 лет. То есть это молодая семья. Ну в смысле, она всегда будет молодая, но по демографическому возрасту. И несмотря на стереотипы вестернизации, но вестернизация затрагивает наших ребят, и мы видим, что этот выбор сформулирован на 55%. То есть мы поворачиваемся в сторону западной модели семьи, и вот они 55%, которые будут принимать такое решение. Мультирелигиозность в семье не смущает 63%, а мультинациональность вообще приветствуется 78% молодежи, что говорит об определенном уровне толерантности. Соответственно, на единой вере и национальности у нас настаивают 36 и 21%. Но мое любимое слово «относительно», то есть все относительно. Ну, например, 36% религиозной значимости для создания семьи, на мой взгляд, как для социолога, это достаточно много для того, чтобы говорить о религиозной свободе молодежи. Или как это, религиозном космополитизме, например, да, как вот модно говорить. Нет, нет вот такого религиозного космополитизма, потому что 36% это более одной трети молодежи. В своих мечтах женитьбу или замужество как обязательное жизненное решение предусматривает 58%. Обязательным для 61% нового поколения является рождение хотя бы одного ребенка. А вот для 13% этот шаг не является обязательным к планированию. И хотя мы не можем делать однозначный вывод о ситуации с тенденциями Child-Free, потому что здесь в этом показателе много шумовых эффектов. Ну, например, боязнь проблем с репродукцией, да, например, боязнь не найти человека, да, с которым возможно завести ребенка. Поэтому это для нас только такие вот наметки. Ну, Child-Free мы изучаем в других исследованиях, поэтому мы все тут знаем. Рождение второго ребенка уже предусмотрено как обязательный шаг для 34%, а вот третий ребенок в обязательных планах только у 12%. Ну, четвертый там вообще где-то за горизонтом статистики. Следующая позиция – это у нас миграционная стратегия молодежи. Обеспокоенность миграционными движениями среди молодежи заставляет нас снова и снова обращаться к изучению миграционных социализационных траекторий. Для, я думаю, для любого региона это значимо, особенно отток, связанный с академической мобильностью, ну, такой, как это, выпускников, да, выпускников школ в связи с их студенческими какими-то определениями, потому что это большой риск, мы знаем, не возврата молодежи, да, в свой регион, таким образом регион у нас истощается и так далее. Ну, мы обозначаем это как значимую проблему для нашего региона. И понимание ранга факторов, заставляющих молодежь сниматься с места и переезжать или думать о миграции, является важным звеном создания условий закрепления молодежи в провинциальном регионе. Факторная модель миграции позволила разделить все позиции условно на четыре группы. Это значимые больше 40% выбора, важные от 30 до 40, немаловажные от 20 до 30 и неважные менее 20%. Так, в группу важных молодые люди определили у нас четыре фактора, три из которых, в общем-то, связаны с возможностью осуществлять трудовые стратегии. Перспектива трудоустройства, заработная плата, брак и карьерные перспективы. К важным факторам были отнесены безопасность, наличие возможностей, поиск личного счастья. По нашему мнению, эти факторы связаны несколько субъективными ощущениями и трудно поддаются управлению, в отличие от важных факторов. А вот важные факторы у нас как раз, то, что они связаны особенно с трудовыми стратегиями, карьерными возможностями, предопределяют какие-то проектные решения в эту сторону. И можно обосновать как раз такие точки, акценты, которые бы могла предложить молодежная политика. К немаловажным факторам молодежь отнесла, в общем-то, тоже такие факторы, часть из которых управляемая часть нет. Это и климат, и болезни родственников, и жилье, и бедность, и инфраструктура, и экологию. И на отсутствие факторов миграции, то есть чистый индекс оседлости, мы его называем, у нас указали только 3,6%, то есть что, в общем-то, ничто не сдвинет их с места. Ну, это как бы невысокий показатель. Очень важными были для нас вопросы, также связанные с территориальной мобильностью нашей молодежи, с ее планами, и мы продолжаем видеть риски оттока молодых людей из провинциальных регионов. Как обязательный миграционный выбор для себя, изменить место жительства по территории РФ, указали 22%. Конечно, в случае этого вопроса и острой остановки с утечкой молодежи из провинциальных регионов, важное значение для нас приобретает и ответ «желательно», который составляет 32%, да, то есть, представляете, совокупно это более 50%. Выезд в страны ближнего зарубежья планирует как обязательный шаг 11%, и дальнюю миграцию наметили 28%. На восток, на запад двинутся у нас 28% молодежи. Ну, двинутся, опять-таки, если их планы осуществятся. Если мы их никак не задержим, да, если мы не начнем думать уже сейчас об этом, и более того, вот, я очень рада, что сегодня именно общаюсь с представителями молодежной политики, вот эти диаграммы, вы видите, что модель дизайн-исследования, да, модель его исследовательская, в каждой стратегии позволила выделить вот эти вот жизненные выборы, да, молодежи по стратегии. И, по сути, что это такое жизненный выбор? Это некий социализационный результат, то есть это то, к чему мы привели свою молодежь, да, чтобы она сформулировала вот такие вот решения. И когда вот я выступаю там с рядом исследованиями, ну, в том числе вот с какими-то подобными исследованиями, бывают такие вопросы и реплики, что, ну, вот, вы, конечно, говорите, 28%, кто там уедет, кто там поедет, и так далее. Конечно, жизнь обязательно ограничит это решение, обязательно, да, там, его реализуют, ну, может быть, только 10% от запланированных, да, то есть там 3%, может быть, 4%, ну, это, кстати, тоже немало. Вот, но здесь, наверное, я ставлю акцент именно на том, что мы сделали, чтобы была вот такая конфигурация решений, да, уехать из своего региона или уехать из своей страны, что мы сделали, как мы формировали образовательный, воспитательный, социализационный в широком смысле процесс, чтобы вот это получилось. То есть и что нам надо сделать, чтобы изменить эту конфигурацию, ну, если, конечно, мы хотим ее изменить. Следующие стратегии – это у нас карьерные стратегии молодежи. Они тесно связаны не только с будущим экономическим ростом региона и нашей страны, но и определяют тренды изменения менталитета по отношению к ценности труда и профессионального развития. Так, типологии карьерных диспозиций разделяют всю исследуемую молодежь на четыре основных типа. Это карьерные пацифисты, карьерные пессимисты, карьерные рационалисты и карьерные активисты. В большей степени представлены среди молодежи нового поколения карьерные рационалисты и активисты. В равной степени они включают в себя более 1 третий каждый тип. Также, опять-таки, в равной степени по 12% представлено пацифистов и пессимистов. В рамках карьерных целей молодежь смогла определить свои карьерные устремления, обозначив обязательность разных по уровню карьерных точек в своих планах на будущее. Так, обязательным для большинства становится высокий уровень заработной платы и работа по специальности, что не может, кстати, не радовать, наверное, вузовское сообщество. Практически в равной степени становятся обязательными все остальные шаги для группы 23-26%. То есть это у нас коррелирует с карьерными активистами. Здесь у нас и наличие собственного бизнеса, и руководство организацией, корпораций, структурным подразделениям и даже преподавание в своей профессиональной сфере. Ну, стоит, наверное, подчеркнуть, что молодежь нового поколения воспринимает свой управленческий потенциал достаточно высоко и ставить весьма амбициозные цели. Но и здесь, как и в прежних стратегиях, мы опять говорим. Вот они, эти 23-26%, которые видят свой управленческий потенциал явно, и их надо найти и оснастить управленческими компетенциями, а не, опять-таки, разбрасывать ресурсы и не стрелять по воробьям из пушки, предлагая всем управленческие компетенции, всех вводя в это состояние всеобщего, там, всеопуча, например, и так далее. Но это вот чисто мое мнение. Немножечко только остановлюсь на духовно-нравственных стратегиях. Вы видите, жизненный выбор здесь связан с приближением к религии, но они не являются обязательными для большинства молодых людей. Группа, где религия играет важную роль, не превышает, по большому счету, 20%. С теми же, кто желает быть приобщенным к традициям, она возрастает до 28%. Ну, вообще, вот из этой стратегии мы видим, что молодежь у нас такая вот она, любит красивое все. И, конечно, все, что связано с традициями, с красивыми ритуалами, вот как ритуал крестничества, даже не по своей визуальному, ну, что там, покрестили, и, в общем-то, все, а по своему какому-то смыслу, там, крестная, крестная фея, или крестный отец. Вот это все для молодежи очень привлекательно, и я думаю, что вот кто хочет вовлечь немножко молодежь в религию, можно на это, наверное, опереться. Следующая у нас образовательная стратегия. Образовательная стратегия молодежи показывает не только ее активность в рамках освоения образовательных ресурсов, но и будущую траекторию саморазвития, мотивации к постоянному профессиональному личностному росту. По отношению к образованию молодежь у нас демонстрирует несколько диспозиций, которые и определяют установки и будущий выбор образовательного периметра. Так, для большинства опрошенных близкими стали утверждения о том, что человек должен учиться всю жизнь и заниматься самообразованием. Несколько менее популярен ответ. Человек должен периодически проходить повышение квалификации по своей профессии. И в меньшинстве остались те, кто считает, что полученных в образовательной организации знаний достаточно. И те, кто вообще ориентированы на школьный уровень знаний, их всего 5%, и четыре же молодежи в рамках образовательной стратегии связаны прежде всего с обязательным желанием получить высшее образование. 78% молодежи ориентированы на вузы. Следующий ответ открывает для нас специфику нового поколения. Они ориентированы на передачу собственного опыта, что в том числе отражается и в их интернет-коммуникациях. Мы знаем это из социальных сетей, из различных направлений их, такой трансляции своего опыта. 72% считают для себя обязательным открытие собственных обучающих курсов. Вот уже сейчас, да, потому что опрошены у нас были и выпускники школ, и вот они ориентированы на вот эти вот обучающие курсы. В меньшей степени привлекает молодежь, но все-таки определяет ориентацию большинства, это заняться собственным самообразованием и повышать свою квалификацию по профессии. Вот это вот очень хорошо восприняли у нас те структуры, которые занимаются, в общем-то, подготовкой повышения квалификации, дополнительного образования. И также мы видим, что большинство опрошенных хотят у нас получить второе образование. В общем-то, для вузов это, опять-таки, сигнал о том, что надо определять эти траектории, надо предлагать, да, то есть надо предлагать образовательные пакеты, да, может быть, сразу включающие второе образование, почему нет, вот, чтобы человек мог это выбрать, да, и имеет, например, какую-то скидку. Стоит отметить, что жизненные выборы в образовательных стратегиях не показали альтернативную отметку, не обязательно, вот, если кто внимательно смотрит за диаграммами, вы видите, что серых столбиков нет, да, то есть они меньше одного процента. Таким образом, образование является ведущим триггером и вектором, определяющим действия молодых людей, и молодежная политика тоже это должна понимать, что образовывать, 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 они идут именно в образовательные практики, в образовательные предложения, это будет очень популярно и очень нужно молодым людям. Следующая у нас самосохранительная стратегия молодежи, они показывают нам перспективу демографических показателей и одновременно динамику менталитета по отношению не только к продолжительности жизни, но и к ее качеству. По отношению к своему здоровью молодые люди распределились на четыре основных типа, это сознательный, осознающий, перспективный и несознательный. Так, к типам, отличающимся установками на здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью, относятся 76%. А типы, не отличающиеся бережным отношением к ресурсу своего здоровья и по большому счету к жизни, у нас составляет 23%. Это практически четверть современной молодежи и, более того, открыто признаются в нецелесообразном расходовании данного ресурса уже на данном этапе. Это более 7%, 7,6%. Важным моментом являются также мотивы, позволяющие заострить, привлечь внимание молодежи к здоровью, сформировать оптимальные модели самосохранительного поведения. И таких мотивов у нас пять. Это хорошее самочувствие, наслаждение жизнью, реализация себя, рождение здоровых детей, красота и привлекательность, возможность вырастить собственных детей. Мода и СМИ менее всего мотивируют к здоровому образу жизни современную молодежь. То есть можно все это забыть, да, всякую рекламу, это абсолютно для нее незначимо. Я не выложила здесь диаграммку, где были указаны барьеры, да, то есть что мешает молодежи заниматься своим здоровьем. Но я озвучу результаты, просто количество графиков ограничено, может быть, на слайде. И там тоже четыре группы у нас таких барьеров. Первый относится объективная загруженность работы и собственная лень, неорганизованность. Ко второй относится только один барьер, его поддержали 31%, тоже весомое. Это дефицит времени, вот он опять дефицит времени, да, и 31%. Третья группа поддерживается примерно каждым пятым молодым человеком и включает опять-таки объективный фактор наличие и отсутствие материальных возможностей. Ну, тут понятно, что должна быть определенная реакция. И всегда такой реакцией становится то, что, а как же мы предлагаем столько бесплатных вариантов, да, альтернативных вариантов заняться спортом, заняться своим здоровьем. Вот я, та часть исследования, которая скрыта от вас, да, в силу, чтобы уложиться во временной лимит, как раз показывает, что молодежь у нас вообще очень слабо информирована обо всех инициативах, да. И вот я не забуду ситуацию, когда мы свои результаты, в общем-то, презентовали как раз на проектной сети в администрации нашего региона. И когда один из результатов по досуговым стратегиям был, что молодежь не знает мест досуга, да, вот, и наш департамент по культуре, да, по культуре, по-моему, он так и называется, они просто схватились за голову, они говорят, мы только за последний год открыли 100 с лишним мест для досуга молодежи. Ну вот какие варианты? Или молодежь как бы не информируется, да, не те каналы информации, да, чтобы молодежь узнала об этом. А второй вариант – это не те места досуга, которые хочет видеть молодежь. Это не то. Они не воспринимают это как места досуга. Так и здесь, да, то есть не видят материальных возможностей, ну, значит, они либо не знают, либо не воспринимают эти места как бесплатные. И четвертая группа, на которую указывает от 9 до 13 процентов молодых людей, включают факторы образа жизни и желание, и социальное окружение. То есть нет желания менять какой-то привычный уклад, нет единомышленников в окружении, да, окружение препятствует. В самосохранительных стратегиях молодежи мы видим также жизненно важные выборы. Так обязательным для 68 процентов становится неупотребление табака и других веществ. Для 64 занятия спортом, для 57 отказ от алкоголя. Но последний пункт, обратите внимание, собрал наибольший процент респондентов, считающий, что это необязательно, да, то есть порядка 10 процентов. Но меньше всего такую альтернативу, кстати, выбрала по пункту заниматься спортом. То есть все-таки большинство считает, что это обязательно. В целом выбор вариантов не обязательно показывает, что самосохранительные практики, по крайней мере, стоят в жизненных планах молодых людей на достаточно высокой позиции. Вы видите, да, что все отказы, так сказать, что это необязательно, не превышают у нас 10 процентов, даже еще и значительно меньше. И, видимо, не случайно уже несколько лет ценность здоровья у нас стоит первой в списке ценностей, которые указывает молодежь. Следующая это у нас коммуникативные стратегии. И здесь мы, конечно, говорим об интернет-времени. Интернет-время – показатель не только виртуального общения, но и специфика распределения живого времени. И здесь мы видим, что более 5 часов в день проводят 42% молодежи, да, 29% более 3 часов в день. И таким образом, если вычесть время на сон, еду и физиологические потребности, мы понимаем, что порядка половины молодежи проводят в интернете как минимум 40-50% своего живого времени. Ну, хорошо это или плохо? Ответить на этот вопрос помогает нам замер зависимости от интернета, которую мы определили в этом исследовании как ощутимый дискомфорт при потере интернет-связи. И именно такой вариант нам показывает, что 17% молодых людей у нас, в общем-то, в тех регионах, где мы делали замер, имеют интернет-зависимость. 54% ими испытывают контролируемый дискомфорт, да, то есть контролируемую тревожность. И только 28% оценивают собственное состояние как независимое от наличия интернет-связи и интернет-коммуникации. Будущее молодежи в рамках коммуникативных стратегий показывает, что коммуникативные установки, исследования им не являются достаточно весомыми в рамках всей жизненной топографии и, соответственно, не могут считаться значимыми мотивационными факторами для принятия важных решений. Так, из наиболее значимых выборов молодых людей – это сократить время, проводимое в интернет-общении, в пользу живого контакта, а также отказаться от компьютерных игр. Обратите внимание, это 33%, что показывает, что проблема игромании стоит острее. То есть молодежь сама оценивает себя в этой позиции более проблемно, чем ее оцениваем мы и чем это вообще принято. То есть я не помню, например, когда последний раз на тех многочисленных заседаниях, где я бываю, появлялась проблема геймификации поколения и были предложены какие-то альтернативы. Чаще других в категории «необязательно» молодые люди относили поддержку движений в интернете, связанной с какой-то политической или социальной идеей. А блогерство, как альтернативная форма самопрезентации и бесконтактной коммуникации, не привлекает 51% вопреки, опять-таки, стереотипу. А обязательной же она становится для 20%. Несмотря на то, что эта группа не является большинством относительно, собственно, блогерского явления, это достаточно масштабный показатель. То есть каждый пятый хочет открыть и развивать свой блог. Это, в общем-то, однозначная специфика нового поколения, однозначная специфика с уклоном в такую самопрезентацию, коррелирующая с показателем необходимости открыть свой обучающий курс, помним, да, в образовательных стратегиях. И одновременно с этим мы видим, что в качестве обязательных выборов обучения в интернете это важно для 27% молодых людей, а открыть свой бизнес – 24%. Вот, уважаемые коллеги, в общем-то, это, по сути, три вот такие ячейки для проектных идей. То есть 20% собираются быть блогерами. Ну так вперед, пожалуйста, значит, нам нужны обучающие курсы, да, там по открытию блога, по презентации, по подготовке презентационных материалов и так далее. Да, то есть, пожалуйста, в принципе, в блогерстве, ну, понятно, есть какие-то свои минусы, но это тот же вариант развития и креативности, и творчества, и еще чего-то, да, если правильно, как если нельзя процесс остановить, его надо возглавить. То есть вот об этом надо задуматься. Опять-таки, обучение 27%, ну, вузам, welcome, да, пожалуйста, предлагайте, и вузы и предлагают, да, то есть я думаю, что они с легко этот процент покрывают. И вот, кстати, для вузов, я думаю, 27% желающим пройти обучение в интернете, это прямо они сейчас заплакали, да, 27, всего 27, не 87. А вот они, вот 24%, да, вот смотрите, все время мы вертимся около 20%, говоря о бизнес-ориентации, и вот они опять, это в районе 20%, да, 24%, заинтересованы в интернет-бизнесе. Ну, конечно же, опять-таки, вузы срочно предлагать форматы обучения по интернет-бизнесу, и молодежная политика, срочно тоже проекты по обучению интернет-бизнеса, стартапы, поддержки молодого интернет-бизнесмена, там, ну, в общем, все, что угодно. Ну, кстати, форум прорывных инициатив, да, вот АСИ организовывала, там много было, очень много по вот этому интернет-бизнесу, да, много было решений, в смысле, не только решений интернет-бизнеса, а в рамках трека по молодежной политике, там была именно поддержка и молодежных инициатив в этом направлении, вот можно обратиться к этим идеям, да, и какие-то реализовать себя, либо в коллаборации, ну, либо чуть доработав, как бы, идею в сторону своего региона. Значит, ну, то, что я вам обещала напоследок, три позиции для принятия решений по молодежной политике, тоже немаловажные такие, вот, в общем-то, модели. Значит, ну, что это? Это факторы принятия решений, то есть это на что будут опираться молодые люди, принимая то или иное жизненно важное решение, ну, неважно, в общем-то, в какой, в общем-то, стратегии. Лидерство в этих факторах имеют позиции, обращающие нас к важности создания некая, ну, не некая вообще, в принципе, системы воспитания и, по большому счёту, социализации молодого поколения. Обратите внимание, что важными факторами принятия решений для молодых людей становится, ну, вот, с точки зрения, конечно, социолога такой, не сильно меня порадовали эти факторы, они очень плохо измеримы. Это воспитание, принципы и ценности. Видите, да, что это два ведущих фактора, но для нас это ставит акцент. Молодёжь сама понимает, да, что у неё должен быть вот такой культурно-нравственно-духовный, наверное, какой-то бэкграунд, а с нашей стороны, понятно, мы должны задумываться, а что это за модель вот этого вот конгломерата принципа ценностей, пропущенных через, в общем-то, воспитание, культуру, наверное, которая позволит молодёжи принимать правильные решения, да, которые определит вектор её дальнейшего развития. Ну, в десятку ведущих факторов у нас включены те факторы, которые имеют от 60 до 70 выборов, это знания, здоровье, планы, психологический, физиологический комфорт, возможности, безопасность образования и развития. И если проанализировать распределение факторов с точки зрения традиционных ценностей, то выстраивается следующая линейка, да, то есть вот если мы привяжем эти факторы к той ценностной, ценностным рангам, которые мы всегда запрашиваем у молодёжи, то мы получаем вот такую операционализированную линейку. На первом месте здоровье, потом комфорт, безопасность, развитие, работа, время, карьера, деньги и семья. Вот такой интересный парадокс. Если мы спрашиваем просто о ценностях и их распределении, то семья, как правило, у нас стоит на третьем, а иногда даже на втором месте. А в вопросах принятия решений семья у нас относится, в общем-то, на последнее место. Отдельным блоком изучения у нас стали риски, которых опасаются молодые люди, то есть чего они боятся больше всего. В градации максимальных опасений наивысший ранг большинство молодёжи отдали риску лишить человека жизни. Да, то есть это как бы страшно, да, это для них очень, они считают, что это очень большой риск для них. Ну, естественно, да, то есть, ну, по сути, это такая бифоркационная точка, которая может изменить жизнь любого. Ну, кстати, вот эта топография рисков, она на самом деле имеет, ну, просто глобальное значение, ну, для нас, как для социологов, но я считаю, что это принятие решений в области молодёжной политики так же. Вот смотрите, 52% боятся лишить человека жизни. Ну, помимо сразу, да, мы сразу какие-то духовно-нравственные там и так далее, и так далее, да, для себя какие-то намечаем планы. Но ещё немаловажно и знание, как помочь человеку в случае такой вот ситуации, да, когда у него есть риск потери жизни, да, то есть это и первая медицинская помощь, например, и так далее, и так далее, да, то есть что может снизить этот риск, ну, даже если человек случайно оказался в такой рисковой ситуации, вот, потому что риск лишить человека жизни, он напрямую сопряжён именно с потерей человеком жизни, который, ну, около тебя находится, да, вот, и я думаю, что вот это вот направление в том числе и для проекта. Также в риске первой категории, их разделяет более 40%, у нас отнесены риск начала войны, риск недееспособности, риск оказаться без определённого места жительства, риск техногенной катастрофы, риск иметь зависимость. Вторая категория её разделяет более 30%, включила риски экологических катастроф, передача родителей в дом престарелых, то есть не приживается у нас пока западная идея, да, такой вот, скажем, уютной старости, риск потери здоровья, нарушение закона, бедности и изоляции. А в третьей категории вы видите риски, не буду их называть, а вот в самой нижней линейке рисков оказались, по сути, эти ситуации, которые скорее не воспринимаются как рисковые большинство молодых людей, ну, например, риск взять ребёнка из детского дома, риск не иметь собственного бизнеса, риск уехать из России и риск жить вместе с родителями. То есть, ну, по сути, это не риски, а, в общем-то, обычные ситуации. Ну и в заключении, отдельно в рамках нашего опроса была построена карта неравенства современной молодёжи или дискриминации современной молодёжи, которая позволяет обозначить предпосылки и риски барьера в реализации возможностей и потенциалов молодых людей. И в силу специфики возраста и превалирования одной из сфер, это сфера образования, все факторы дискриминации по степени своего наличия раскрываются преимущественно, конечно, в сфере образования. При этом наиболее значимыми становятся полуэспондента, возраст, внешний вид, статус. Вы видите, что в системе здравоохранения такую карту неравенства возглавили возраст, здоровье, статус профессиональный. В карьерном продвижении это первичный опыт трудоустройства, пол и предыдущее образование. Я вижу, что появился наш модератор, из чего я заключаю, что, наверное, у меня истекло время. Я даже его превысила значительно, но тогда я не буду останавливаться на выводах. С удовольствием слушаем, продолжайте, нет? Да, можно продолжать. Хорошо, тогда я подведу итог и пойду прямо по всем стратегиям какие-то ключевые моменты, которые я бы обозначила. А вы пока можете формулировать свои вопросы, на которые я постараюсь ответить. Ну, значит, и так пойду прямо по стратегиям. Значит, что мы увидели? Что предпринимательская жилка для молодежи нового поколения представлена немасштабно. И не стоит стремиться перетянуть всех поголовно в предпринимательский актив или требовать предпринимательской инициативы. Скорее, как я уже говорила, необходимо выявить те 20%, которые заинтересованы в этом. И, возможно, имеет смысл формировать новые предпринимательские компетенции. Это ведение бизнеса в интернете, которые нужно, в общем-то, всячески поддерживать. По семейным стратегиям, точнее, не по семейным, это тоже по экономическим, родительская семья является также важной для молодежи. Они много общаются с родителями, ориентированы на обязательную помощь, скорее готовы жить с родителями в их старости. И риск сдать родителя в дом престарелых является одним из ведущих страхов молодежи. Я не везде сделала такой акцент, но я считаю, что это очень хороший показатель. Родители – важная часть жизни молодежи. Они трепетно относятся к ним, и это тоже надо держать нам в голове, иметь в виду. Следующее. Молодежь нового поколения большей частью политически пассивна и индифферентна. Но есть вот эти вот 12, 11, 12 процентов, которые имеют, которые не только интересуются политикой, но имеют весьма серьезные политические амбиции. И это необходимо знать, понимать, но самое главное – найти эти 12 процентов. То есть вот эти мероприятия, выявления, они будут важны. Волонтерским и в целом общественный потенциал не превышает 20 процентов, я вам уже говорила. Большая часть молодежи скорее настроена на собственную самость, к сожалению. Хотя интерес к саморазвитию молодых людей достаточно высок. И это можно связать с общественными практиками, то есть ввести их в общественную активность через саморазвитие. То есть сделать знак равенства по сути. Это такой концептуальный немножко момент, которым, в общем-то, надо заняться. В семейных стратегиях молодые люди захватывают тенденция, связанная с поздним браком. Вот это вот нам нужно тут понять, как, собственно, к этому относиться. И появляются первые риски развития child-free. Но риск остаться бездетными не является риском первых трех категорий. В смысле и риск остаться бездетными не является риском первых трех категорий. То есть это перестало быть страшным для молодых людей. И это тоже очень важно. Карьера, работа и зарплата – это миграционные факторы, вымывающие молодежь из провинции. И отдельную такую опасность для нас, как для социологов, составляют факторы ощущения. То есть это вот эти плохо измеряемые позиции, которые являются ведущими для молодежи при оттоке их из провинциального региона. Что это нам говорит? Это нам говорит, что об этом надо говорить. Об этом надо говорить с молодыми людьми и узнавать их вот эти вот ощущения. Пусть это на уровне ощущений, но вот эту оценку, вот этот мониторинг ощущений, его надо делать. И пытаться угадать свои решения в ту вот эту ощущательную область. Молодежь имеет карьерные амбиции, но карьерные действия носят скорее характер не агрессивный. То есть не так много у нас агрессивных карьеристов. И риск не состояться в карьере или трудовой деятельности, работать не по специальности, он не является ведущим для молодых людей, они этого не боятся. Опять-таки по духовным стратегиям основная часть современной молодежи это верующие без воцерковления, но это как бы не новость. И в дальнейшем они собираются придерживаться позиции соблюдения общепринятых религиозных традиций без серьезного погружения в религию. Молодежь ориентирована на образование, это все, это повсеместно, мы это должны принять, понять и пропустить, в общем-то, через себя. Современная молодежь также ориентирована на здоровье, это очень важные факторы в принятии решения. Риск потери здоровья входит в первую группу рисков молодежи, это тоже необходимо ориентироваться. И молодые люди приходят к осознанию искусственности сетевого общения, все произошло, поворот, понимают значительные временные потери из-за сетевых пожирателей времени, начинают задумываться о сокращении сетевого времени. Это тоже решение относится к распределению задач во всех времен интернет-коммуникации в пользу рационального использования интернета, сокращения игрового и экранного времени. И, к сожалению, в эту же сторону продолжает развиваться интернет-зависимость. Интернет-зависимость увеличилась на 4% по сравнению с 2018 годом. И мы ему можем поставить каждому шестому молодому человеку. Ну, это печальная нотика получается. Я закончу свое выступление, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, я готова ответить. Ох, Инна Сергеевна, спасибо большое. Прям столько пищи для размышлений. Коллеги, у нас есть шикарная возможность задать Инне Сергеевны вопросы. Коллеги, либо по 9 стратегиям, которые были озвучены, либо по факторам... По 11, по 11. Прошу прощения, да. По факторной модели будущих решений молодежи. Коллеги, пожалуйста, либо можете звук подключить, либо написать в чат. В чате, к сожалению, ни одного вопроса не было. Пожалуйста. Для всех разрешен подключение звука, пожалуйста, у кого есть вопросы, пожалуйста, подключайте и задавайте вопросы, либо напишите свой вопрос в чат. Пошла обратная связь. Инна Сергеевна, вас доступен, да, чат? Вы видите, коллеги... Так, сейчас вот он чат. Значит, какая самая болевая точка, на которую стоит обратить внимание, я так полагаю, за работе с молодежью вопроса? Ну, конечно, трудно как бы так вот ответить. Самая болевая точка. Вы же видели, что мы предложили 11 стратегий. И, наверное, в каждой стратегии есть болевая точка. И, более того, мы же понимаем, что, по сути, эти 11 стратегий, они отражают у нас направление молодежной политики, да. И тут нельзя сказать, да, что вот эта болевая точка, все остальные направления мы выключаем, да, и, соответственно, давайте ренемся в то направление, да, где эта болевая точка. Поэтому я, наверное, вот как бы так не скажу. Меня просят вот повторить досуг, слайд досуг. Сейчас мы к нему дойдем. Вот они, досуговые стратегии, пожалуйста. Центр, Витис, пожалуйста, обратите внимание. Специально для вас. Коллеги, еще, пожалуйста, вопросы. В любом случае, вот сегодняшний материал достаточно интересен. Практически вы нам нарисовали портрет сегодняшнего молодого человека с его устремлениями, с его траекториями и жизнями, с какими-то перспективами. Сейчас нам нужно как-то это переварить и соотнести наши действия, наши планы, особенно годовые, в преддверии следующего финансового года, с теми мероприятиями, которые мы будем планировать и будем проводить для молодежи. Потому что вот это исследование, которое вы показали, результаты, оно бесценно и в нашей практической работе безусловно очень важно. Коллеги, еще, пожалуйста, вопросы. Милея. Да, информации огромное количество. Вот я сейчас сразу понимаю, что в час с лишним, в общем-то, огромный объем информации. И учитывая, что это еще не вся информация, да, то есть я вам говорила, что в мониторинге у нас также была и оценка направлений молодежной политики, деятельности молодежной политики, оценка информированности по каждому направлению, по мероприятиям. И сбор проблем по каждому направлению, да. Вот, значит, для использования в работе, ну, вы можете ссылаться на ресурс исследования, проведенного Международным центром социологических исследований. Я думаю, что имеет смысл мне выслать, наверное, презентацию, да, в адрес организаторов, чтобы вы могли ее как-то использовать. Вот, если вы созреете, мы можем провести аналогичные исследования уже для вашего региона. Вот, ну, то же самое у нас там некоторые регионы вот подключились, и они как бы с удовольствием пользуются этими результатами. Пожалуйста, мы можем это сделать. Ну, все-таки вот вопрос по ключевой, по полевой точке. Я бы сказала, что вот это вот понимание того, что нельзя повсеместно вовлечь в те ключевые инициативы и ключевые проекты всех, наверное, вот это вот для меня такой ключевой момент, и понимание, что наряду с теми мероприятиями, которые мы предлагаем по каким-то направлениям, да, ну, неважно, там, проектная грамотность, управленческая грамотность, ну, я условно называю эти мероприятия, перед этим должен быть какой-то элемент установления целевой аудитории. То есть более конкретно, на кого мы, собственно, направляем. Это первое. А второе, это в эту же сторону. Несмотря на то, что нам кажется, что мы уж информации предоставляем огромное количество, вот я вам скажу, молодежь очень мало информирована о том, что мы делаем, да, то есть по любому направлению молодежной политики. Она очень мало знает об этом. И бывает так, что вот эти вот целевые аудитории, ну, например, ребята, ориентированные на предпринимательство, никогда не узнают о том, что вы проводите там какой-то предпринимательский всеобуч, например, да, потому что вы не дошли до этой целевой группы. Вот эта вот проблема, которая не позволяет нам использовать эффективный ресурс молодежной политики, которая не позволяет нам получить вот этот вот действительный результат, да, вот эти вот 20% молодых предпринимателей. Ну, представляете, вот в вашем регионе 20% молодых предпринимателей из молодежи, это молодые предприниматели. Это же мощнейшая вещь. Но нужно найти эти 20%. Где они? Они хотят. Они интернет-бизнес хотят. Они все хотят. И у меня нет сейчас, вот вы меня спросите, а как их найти? Ну, думать надо думать. Нет у меня готового решения, да. То есть со своей стороны, как социолога, я скажу, конечно, это дополнительные поиски путей создания. Вот мы, например, в университете делаем сейчас, ну, это отдельное, понятно, должно быть выступление. Для университета делаем, наш центр делает агентные модели. То есть это факторные модели выбора учебного заведения в зависимости от тех признаков, которые нам важны. Ну, например, там факторная модель девочек, да, то есть что они хотят видеть, как они выбирают университет. Да, факторная модель юношей, факторная модель каждого района, как они выбирают университет. Или факторная модель, например, лидера, да, отличника, лидера, вот как он выбирает университет. Вот, и в зависимости от этого мы строим свою компанию, да, ну, маркетинговую в том числе по продвижению нашего университета, привлекаем. И плоды, конечно, потрясающие, да, то есть мы в свой университет уже две трети нашего региона, в общем-то, это наши абитуриенты, остальным мы оставляем все меньше и меньше людей. И то же самое для молодежной политики, создание вот таких вот факторных моделей, в том числе и по коммуникациям. Где эти молодые предприниматели, где они обитают, да, как к ним донести информацию, да, такие коммуникативные факторные модели. Вот это вот как один из выборов. Ну вот я вижу вопрос, да, информация для целевой аудитории должна быть фиксирована, либо каналы передачи этой информации должны быть доступны и близки для молодежи. А значит, в этом вот, я, наверное, ответила на этот вопрос, я так понимаю, да, то есть мы должны найти эти каналы коммуникации, где кроется вот это вот собственное сообщество. Где они обитают, где нам разместить эту информацию и в объективном смысле, да, то есть это прямо могут быть места, например, вашего региона, да, или локации, то есть какой-то район, ну, у вас прямо вот в нем предпринимательский дух, ну, давайте направим на этот район больше информации, да, а могут быть такие места, ну, сетевые, да, понятно, что они больше в контакте, больше в фейсбуке, больше еще где-то, могут быть в каких-то определенных форумах, там, посещать там что-то и так далее, и так далее. Вот, то есть ресурсов мало, вот я не знаю, ощущаете вы или нет это, мало ресурсов, да, мало денег, мало времени, мало кадров, кадровый голод у нас. То есть если мы будем распределять свои ресурсы, размазывать их тонким слоем, то такой мы и получим, в общем-то, эффект. Вот я все время привожу пример, да, полить из пушки по воробьям, вот это примерно то же самое. То есть надо продумать, да, вот это вот, как бы, пуля должна, пуля должна убивать 10 зайцев, вот я своим кадром всегда так говорю. У нас нет ресурсов на выстрелы в воздух, вдруг кто-нибудь летит мимо и случайно попадет, нет такого. Вот, если есть, опыта применения новых методик мало, ну, надо пробовать. Как я вот тоже, так как я связана еще с социальной инженерией и молодежная политика, на мой взгляд, это прямо социоинженерная область, которая предполагает в том числе и эксперименты. Правильно поставленный эксперимент дает массу информации, которая формирует вот эту вот уже новую методику, которая перестает быть, собственно, новой и понимание, насколько она эффективна. То есть правильно развернуть эксперимент с малыми ресурсами при этом, да, то есть не затратив ресурсы, позволяет избежать вот этих вот ошибочных решений и этому тоже, конечно, нужно учиться. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? Коллеги. Инна Сергеевна, спасибо вам огромное за подключение, за интереснейший материал, который вы нам подарили, поделились. Продолжение следует... Да, спасибо. Và... Правильно, я отвечаю, конечно, заử в пояс. Staat? Так... Потаппы.